Так, мы сегодня въезжаем в Мэлроудс. Это райончик, который огорожен, безопасный. И я сегодня покажу вам другой, Юхангсбург. До этого показывал природу. Но есть райончики, где можно и погулять. Но, несмотря на небольшой размер, здесь установлено 600 камер видеонаблюдения. Вот смотрите, стоит прям охрана. Это не полиция, это частная охрана. Сюда наняли охранников, и они тут мониторят всякую шваль. Если сюда затесывается подозрительный тип, его просто спрашивают, что ты тут делаешь. И говорят, лучше бы тебе уйти. И он уходит. Тут есть офисы, есть жилые какие-то помещения. Есть прогулочная зона, рестораны, кафе и небольшой, типа, торговый центр. Подземная парковочка. Ну и выходишь на площадь, практически итальянскую. Тут есть ресторанчики. Тут показывают у нас сегодня с утра, наверное, опять какой-то матч по регби. Там жилые кварталы, офисы, еще ресторанчики. Вообще, мы тут были обычно в будни, и в будни было довольно людно. И мне даже странно, что в выходные я пришел, тут какая-то пустота. Я понял, почему тут нет никого. Потому что сегодня играют спринтбоки, это национальная сборная по регби, и все за нее болеют. Такое пропустить нельзя. Играют тем более против Австралии, я так понял, где-то в Брисбене. Тут же пара бутиков. Ролекс, часы. Еще какие-то огромный охранник на входе. Аксессуары для гольфа. Что у нас еще для успешной жизни надо? Салон красоты. Есть бутики кроссовок, бутики шмотки, спортивные одежды. Старбакс. Сейчас может быть немного ненарядно, потому что зима и все листики опали. Но в целом тут уютно и по-европейски. Изгибчатые улицы. И сразу модные машины сдают. Концепция районов это вообще основная структура Йоханнесбурга. Может быть прям вот здесь элитное жилье, район, все безопасно. А буквально через дорогу, не потому что там огромный забор. Просто потому что через дорогу другой район. Там находятся трущобы, там все опасно. Там ходят какие-то оборвыши и все остальное. И самое странное, что люди из плохих районов, они не заходят в хорошие районы. Типа в хороших районах действительно безопасно. И не только потому, что везде какая-то охрана, потому что их шпыняют. Просто типа они там не ходят, нечего им там делать. Да, конечно, это не гарантия безопасности. Но вот конкретно в Мелроузе их и гоняют, и делать им тут нечего. И в целом тут хорошо. Вот тут с моей спиной парочка скульптур и даже галерея. А галерея это прям признак зажиточной жизни. Тут виски-бутик. У меня, кстати, есть прикольная акция, на которую я никак все никак не попаду, потому что я за рулем. Можно попробовать пять разных виски, тебе про них расскажут, тебе нальют, и ты уйдешь счастливый. Ну и это все частная территория. Вот и до, все за забором. Поэтому тут можно делать что угодно, кого угодно шпынять и устанавливать свои правила. В Йоханнесбурге вообще с частными территориями нетрудно. Вот вчера в чате рассказывала девушка, что у нее мужа 9 тысяч гектар. Ну, не в Йоханнесбурге, а где-то подальше. Но все равно в России редко у кого такое есть. А тут у каждого второго какие-то куски, дома, участки. Это не шесть соток, это прям большие участки. Ну вот тут продают квартирки. Такой внутренний двор миленький. Великолепные ремонты, новая техника. Если жить вот где-то вот тут. Тут даже светофоры работают. Что в остальном, ты в Йоханнесбурге встретишь, скажем так, 50 на 50.